Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Давайте рассмотрим такой расклад, почему он не хочет общаться. Мне часто в комментариях пишут такие вопросы, чтобы я такой расклад рассмотрела. Вот я вам его предлагаю. И первая карта нам скажет, как партнер относится к вам. И у нас выпадает карта Король мечей, что вы такая хладнокровная женщина, что вы очень категорично высказались в его адрес. Он обиделся, причем, видимо, вы не выбирали ни выражения, ни снижали тон. То есть у вас что-то такое есть янское, что он там где-то притих, и походу ему очень плохо. Вторая карта говорит, чего он хочет от отношений с вами. И у нас выпадает карта Рыцарь Жезлов. Да, он хочет какой-то легкости, он хочет секса в отношениях, он хочет чего-то нового, движения. Он не хочет каких-то тяжелых таких выяснений отношений. Ему хочется еще чего-то такого, ну, скажем, новой волны в отношениях. Третья карта скажет ваши мысли по поводу нежелания партнера общаться с вами. И у нас выпадает карта Четверка Пентакли. Но он сейчас прямо обиделся, он жадный на эмоции, он не будет сейчас с вами общаться, он будет выжидать такую позицию, может быть, он там даже плачет тихоря, да, очень сильно обиделся, и маловероятно, что он даже где-то в соцсети будет вылезать, он, как вариант, даже спрячется от вас. Следующая карта говорит, почему на самом деле он избегает общения и не идет на контакт. По причине денег у вас были какие-то к нему претензии в плане того, что он мало зарабатывает, да, и он не может зарабатывать те денег, которые вам необходимы, и он это понимает, поэтому он закрывается и, скажем так, выше потолка прыгнуть не может, работает как бы на работе, которая, ну, скажем так, там зарплата и оклад там, да, нету, допустим, там, это не бизнес, это не какие-то там авантюры, аферы, то есть, поэтому у вас сидит закрытый, понимая, что он просто пока вас даже не достоин чисто финансово. Следующая карта скажет, какими были предпосылки для развития данной ситуации в отношениях. Здесь выпадает карта смерти, да, тринадцатый аркан, это то, что вы ему сказали, все, пока-пока, не можешь заработать, ты не нужен, вот, и вы его просто бросили, обидели, высказали все, и человек сидит там, обтекает, да, то есть мужское самолюбие задели, что ему даже не хочется сейчас куда-то бегать в другие отношения. Так, следующая карта нам скажет, есть ли шанс исправить ситуацию. Ай, нам карта говорит, да, еще один скандал, еще его надо вывести из состояния вот этого, скажем, заторможенности, замороженности, еще раз на него наехать, что-то еще раз высказать, еще раз ему, скажем так, указать дорогу, каким путем ему идти, потому что он никуда не идет, а он сидит, да, и вы его можете вытащить из этого состояния стагнации. Что произойдет, если вы проявите инициативу в общении с партнером? И у нас выпадает карта девятка мечей, он перестанет спать ночами, у него начнутся истерики, опять новые мысли, опять какие-то страхи, ужасы, то есть он, знаете, он какой-то вот неуверенный в себе человек, да. И следующая карта, перспектива развития отношений. Перспектива развития отношений. Он начнет двигаться, да, начнет зарабатывать деньги, он поймет, что он должен стать самодостаточным мужчиной, чтобы быть вас достойным. То есть ему вот эта вот стряска в плане оскорбления, унижения его мужского достоинства были необходимы, иначе бы он так скакал и прыгал, и ни к чему не стремился. То есть сейчас у него будет происходить трансформация, он будет переосмыслять какие-то моменты, что мужчина должен именно зарабатывать деньги, а не просто ходить на работу, получать какую-то мизерную зарплату, да, или в конце концов менять эту работу. Вот, поэтому вот этот ваш характер такой хладнокровный, когда вы не стесняетесь в выражениях и озвучиваете ему момент, да, дают ему определенный, как бы, толчок, ради которого или после которого он будет двигаться для того, чтобы сделать карьеру и зарабатывать больше. Поэтому, если ваш мужчина не хочет общаться, давайте сделаем приватный расклад и разберемся, а в чем же у вас причина.